Это обычный комплект американского танкиста на Вторую мировую на 45-й год. Собственно, это состоит из поздних ботинок 43-й, которые уже замшевые, так называемые тубаклы, потому что две застежки, кожаный верх. Пришли на замену коротким, которые были с гетами, с отдельными. Дальше это рабочая форма, то есть это комбинезон, который сейчас в лагерном варианте спущен. То есть эта рабочая форма, она шла у всех техников, механиков, танкистов, то есть у всех специалистов. Просто потому что она рабочая, из-за такого материала покроя также получали эти куртки вместо стандартных там 43-х поздних. Шлем обычный танковый, то есть, соответственно, танковый шлем, который снабжен, у него встроенная как бы гарнитура, гарнитура выводится в бортовую сеть танка, подключается. Вот, еще помимо этого к шлему шел отдельный микрофон, то есть, либо если у экипажа это какие-то ларингофонные системы, либо микрофонные системы, которые сюда крепились. У командира танка, у радиста была стандартная трубка, то есть в руке она у него была. То есть так как сейчас, и все это опять же крепится в танке, так как танка сейчас мы не наблюдаем, поэтому здесь вот только штатная гарнитура в шлеме. Ну и по нашивкам, то есть, соответственно, это вторая бронетанковая дивизия, и нашивки штаб-сержанта это что-то типа обычное, либо командующий танком, либо замкомандующего танка. Чем вооружены? А, выражен, да, личное оружие, то есть, соответственно, танковые войска, и не только танковые, в общем, скажем так, вооружались, либо пистолетами Кольт, либо, если не хватало пистолетов Кольт, выдавали револьверы, вот, например, тоже, это Смит эн Вессон 38-го калибра, либо были револьверы Кольт. Они как бы выпускались с Первой мировой войны и шли до конца Вторухи и дальше. А это оригинальные штабы? Да, это холощеный револьвер, то есть, у него шпилька в стволе, то есть, вот, он переделан под, то есть, у него барабан, то есть, никаких частей оружия не осталось, то есть, это боевой бывший пистолет, который холощен, да, и как бы это теперь сигнальный пистолет. А можно пощелкать? Да, конечно. То есть, у него взводится. А пистолет-пулеметов у танкистов не было? Были, у танкистов шли, либо, соответственно, Томпсоны, то есть, вообще, как, ну, танки какие самые ходовые были? Это либо Шерман, да, либо Стюарты, там, модели М3 или М5. То есть, соответственно, в Стюарте экипаж это 4 человека, в Шермане это 5 человек. У каждого танкиста было, так называемое, вот, как раз личное оружие. То есть, это мог быть либо пистолет в, либо кобуре, которая через плечо, либо штатная кобура, как у всех пехотинцев, десантников, офицеров, она шла на ремне. Ну, ремня сейчас у меня тоже нет. Ну, и плюс, у танкистов, в основном, мало чего насилили на себе, потому что у них все это было и так в танке. Соответственно, у каждого танкиста был либо пистолет, либо из пистолетов-пулеметов это был Грисган М3, либо М3А1 поздний. На нем даже написано Машинган, калибр 45-й, М3А1, то есть, это поздний. Первоначально был просто М3, у него для взвода используется ручка. Здесь упрощено все до простого, то есть, затвор взводится пальцем, никаких ручек, ничего нет. Предохранитель – это крышка. Закрыл крышку, он не работает. Открыл крышку, ну, как в фьюре, да, вот так ты выбиваешь, а так нет. То есть, вот, все просто, по сути, ну, сложно говорить, да, типа МП-40-го, только в таком. Ну, да, то есть, еще все проще, штампованный корпус, одноразовый ствол, да. То есть, соответственно, у танкистов были либо такие, и, ну, командир танка лежал в укладке Томпсон, правильно, там, в чехле, и, по-моему, там, сколько, 5 магазинов к нему. А, ну, стандартный посолок, 5 магазинов к нему шел. Вот, да, это вот… Томпсон М1, то есть, это уже, скажем так, на середину войны, да, не последняя его модификация, но сильно упрощенный, да. Магазин на 30 длинный, поздний. Барабанный магазин. Сюда уже не встает, да, барабанный магазин. Затвор у него не сверху, как у ранних. Ну, что он у тебя… А, он у тебя это… Ну, вот, затвор сверху работает так же с открытого затвора, как у Грисган. Ну, по типу уже потом УЗИ. Ну, вот и все. То есть, такой, соответственно, у каждого члена экипажа было какое-то личное оружие. То есть, грубо говоря, все равно 5 единиц оружия ручного на танк, если это был… А вот, да, кстати, 28-й ранний. Это богатое, да, что-то? Нет, это не богатое, это просто ранний, изначально он еще и с бубном. То есть, это вот американцы использовали в том же Гвадалканале, да, с епошками, когда воевали. Морпехи использовали, да. Да.